Доброе утро! Это что, влог? Да, это влог, неужели? Сегодня 9 июня, а это значит, что завтра у меня первый ГОС, ГОС по-английскому. Это значит, что мало то, что мне нужно дописать сегодня какие-то куски в диплом, мне нужно подготовиться к экзамену. И этим заниматься мы будем с вами сегодня вместе, потому что, я не знаю, у меня до того было спокойное состояние, сейчас немножко такая паника. Сегодня мне приснилось, что я не ответила что-то на экзамене или еще какие-то проблемы, у меня начинает уже крыть с этого, поэтому да. Но вчера я узнала про свою комиссию, об этом я вам расскажу позже, пойдемте сначала с вами позавтракаем, потому что надо вставать, иначе я так и буду лежать в ТикТоке. Мне сегодня приснилось, что я опять разбила телефон, и короче, ТикТок и телефон это зло, я там с утра могу провести пару часов еще даже после того, как проснусь. Ладно, погнали. Я просто ненавижу жару, я сплю вот здесь вот, и здесь сразу же солнце светит по утрам, это пипец, как жарко. Прежде чем мы пойдем дальше вглубь этого прекрасного тяжелого дня подготовки, я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить SkillFactory за то, что это видео вообще стало возможным. Я вам уже до этого рассказывала про SkillFactory, и сейчас конкретно хочу рассказать про курс аналитик данных, на который до 30 июня вы можете зарегистрироваться со скидкой 45% по моему промокоду. По-моему, это вообще замечательная возможность, потому что аналитика данных это вещь, которая вам пригодится абсолютно в любой сфере. Это умение пользоваться Google таблицами, Excel, как-то ранжировать данные, вообще анализировать их и представлять так, чтобы это было удобно. Это реально пригождается в очень многих сферах, даже в элементарном планировании бюджета это вам пригодится, поверьте мне. И плюс это приятный бонус ваше резюме. Будет замечательно иметь рядом галочку, что вы можете заниматься аналитикой данных, это только вам пойдет в плюс. Вся информация, как обычно, будет в описании. Скидка до 30 июня, скидка, я люблю слово скидка. Переходите, ознакомливайтесь, регистрируйтесь и учитесь. Сегодня мы с вами опять встречаемся на этом месте, потому что сегодня будет подготовка к экзаменам. Сегодня будет занятие по английскому и доделывание диплома. Я сейчас позавтракала и дописала, доделала сноски, сделала два приложения, одно приложение. Второе я не могу понять пока, как мне оформить, но в любом случае я примерно понимаю. Мне надо суммарно сделать три приложения, так что все окей. И написать заключение. Я почему-то очень сильно откладываю написание заключения, потому что мне кажется, что туда прям надо всю душу излить. И формально комиссия смотрит именно на введение заключения списка литературы и иногда приложение. То есть они там пролистывают текст, спрашивают какие-то вопросы, но в целом как бы большинство внимания их, оно как бы заострено на вот этих формальных штуках. Поэтому заключение надо написать прям нормальным. И ответить на все вопросы, скажем так, которые потенциально могли возникнуть у меня, как у молодого специалиста, когда я писала введение. Я это постоянно откладываю, оттягиваю и не знаю почему, вот как-то мне сложно дает. Я ненавижу вот эти формальные штуки. Когда я писала диплом, все шло нормально, потому что вообще-то в какой-то момент жизни меня понесло, и я прям начала писать анализ такой нормальный. А вот эти формальности я прям терпеть не могу, и ГОСТ я терпеть не могу, я вообще не понимаю, зачем это все надо. Меня это бесит. Сегодня безбожно жарко. Настолько безбожно, что я просто не знаю, куда себя девать. Я очень плохо переношу жару. Помимо того, что я ее не люблю, меня периодически с нее кроет в какие-то непонятные стороны, и это просто ужасно. Я открываю все окна в комнате, это не помогает, очень жарко. И вчера мы с моими подругами встретились, и ладно, я вам расскажу эту историю потом. Обещала я вам эту историю рассказать потом, но расскажу сейчас, потому что потом не получилось. Мы тут с подругами решили встретиться, несмотря на то, что карантин, самоизоляция и все дела, мы уже просто не смогли сидеть дома, мы друг друга не видели три месяца. И самое забавное, что в тот день, когда мы договорились встретиться, оформили пропуска, пропуска на машину, вот этим всем занимались, мы узнали, что на следующий день отменяют пропуска и снимают постепенно меры. Было на самом деле немножко обидно, потому что пришлось продумать эту прогулку и вот это вот все, но в любом случае мы очень классно встретились. Мы надевали маски, ходили, гуляли в масках, мы снимали их только для фото и видео, и вообще все прошло очень классно. У меня сегодня будет занятие английским, потому что завтра у меня гос как раз по-английскому, я хочу немножко подтянуть его, я вообще хочу его вспомнить. У меня экзамен в 9 утра начинается, и я иду самая первая сдавать, к счастью. А результат мы узнаем где-то часов 2, наверное, в 3, но в любом случае я очень рада, что у меня получилось застолбить место первой, это значит, что я отстреляюсь в 9-9.30 и потом спокойно пойду дальше. Но я немного переживаю, потому что мне сегодня начали сниться вообще ужасные непонятные сны, о том, как я не могу сдать какую-то часть, о том, как у меня ничего не получается, я провалилась и все такое. И, в принципе, знаете, я не знаю, какие прогнозы делать, если честно, потому что, когда была последняя консультация и нам дали примерные тексты, ну, мягко говоря, это было не очень. Мы не знали 25% слов, хотя уровень у нас, allegedly, должен быть высокий. Мы сидели просто такие, что происходит, это было жестко прям, но я надеюсь, что на экзамене будут тексты полегче. Так статистически бывает, что на подготовке всегда их дают сложнее, чтобы мы напрягались и готовились, а потом на экзамене все становится лучше. Будем с вами готовиться. Сегодня буду читать тексты, буду переводить с листа, пошарюсь в журнале «Экономист», может быть, там какие-то статьи попадутся, потому что у нас, ну, как бы статистически тоже статьи берут оттуда. Вот, буду сегодня штудировать все эти журналы и источники. Короче, вещаю вам с поля боя, просто с дипломом. Я практически сделала приложение, перечитала это все, и все еще с заключением борюсь. У меня буквально остался час до занятия по английскому. Что-то странное у меня такое состояние, неприятное достаточно. Я очень надеюсь, что завтра все будет окей. Я обожаю этот стиль просто вот накрутить себя и думать, что все будет очень плохо. Сейчас я заполняю таблицу того, как странно использовали право вето. Не знаю, зачем я это делал, на самом деле. Она мне просто нужна скорее для того, чтобы кое-какие факты туда, ну, не то, что подогнать, но у меня есть упоминание того, что Великобритания использовала последний раз право вето в 1989 году, и мне бы желательно, типа, показать. Ну, так, чтобы было. Я сомневаюсь, что это сделает по году как-то для моего диплома. Мне кажется, это не сильно добавит существенных изменений, но пусть будет. Выглядит солидно, по крайней мере. Вот так выглядит место человека, который сейчас будет сдавать государственный экзамен. Господи! Без 15.09. Экзамен начинается в 9. Я иду первая. И очень надеюсь, что все получится. Я уже второй день в каком-то непонятном состоянии по этому поводу, потому что мне кажется, что я не сдам. Хотя, ну, наверное, я как-то сдам. Вот, и мне прям, меня прям типает. Мне еще снятся какие-то ужасные сны о том, что я завалила все. Ну, в общем, да. Я взяла с собой блокнот, потому что у нас будет перевод двухсторонний. И карандашик, который надо, наверное, подточить. Ой, господи. Хочется, вот, знаете, вот так вот щелкнуть пальцем, чтобы уже было 9.40, и я уже все сдала, и я знаю, что результаты будут только ближе к двум. Но я просто хочу завершить процесс этой пытки. И все. Все будет окей, надеюсь. Просто. Итак, выгляжу я, конечно, прекрасно, но простите мне, потому что на улице безумно жарко. Сегодня, сейчас точнее 13.10, это значит, что 4 часа назад начался наш экзамен государственный по английскому языку, и где-то вот-вот уже в ближайшее время должны объявить оценки. Я сдавала первое, то есть я сдавала в 9 утра, а сдавала я суммарно 40 минут. У нас было 4 блока заданий. Готовленное высказывание. О, о-о-о-о-о-о-о. Господи, нас зовут проходить по ссылке для объявления результатов. Мы будем с вами вместе узнавать их. У нас сейчас запустят в общую конференцию, несколько человек объявят нам результаты. О, о-о-о-о. Я не знаю, я буду с вами сейчас. Я надеюсь, что вы делаете хорошо. По-моему, у нас есть об этом экзамене на территории, я бы хотел бы у вас на счастье на уроке и на участие на чёрном языке. Я не знаю, что это было impeccable, но они были маленькими. О, на равном счете, мы считаем, что вы получили отличные градиции. Это 8.90. Спасибо. Спасибо. Девяносто за ГОС! Девяносто! Девяносто! Блин! 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 Это первая пятерка, которая у меня по-английскому... Девяносто! Я просто пытаюсь это как-то отпроцессить! Я, на самом деле, не планировала это превращать вот в такое вот видео, просто тут удобнее, чем за столом снимать. В общем, дааа! Девяносто за ГОС! Нифига себе! Я, на самом деле, не очень в это верю, мне как-то сложно пока это осознать. Да, во-первых, я сижу не голая, если что, я сижу в шортах, поэтому не пугайтесь моей коленки. Как проходил экзамен, как что было, как кого куда. Да, короче. Первая часть — это анализ текста. Текст надо проанализировать не только с точки зрения логики и каких-то там смысловых моментов, но и с точки зрения стилистики. Вторая часть — это неподготовленное высказывание. У меня было по теме что-то типа, там, Brexit, бла-бла-бла. Подготовки реально нет. Тебе дают 15 секунд на то, чтобы собраться, придумать тезис, и дальше уже поток мыслей как-то должен тебя вывести на нужную волну, скажем так. Третье задание — это перевод с листа текста. У меня был текст про, по-моему, НАТО, если я не ошибаюсь. И четвертый — двусторонний перевод. Тебе читают несколько фраз на английском, ты переводишь на русский, и с русского также на английский. И тебе это все нужно записать и воспроизвести. Вот. У меня тоже было что-то про НАТО. В общем, я очень переживала. Вообще, давайте расскажу вам о том, как я себя вчера ощущала. Ощущала я себя просто отвратительно. Меня весь день крыло, потому что позавчера мне приснилось, что я завалила две части экзамена, и вообще, что я завалила экзаменами, меня заставят его пересдавать в сентябре. Мне было очень нервно и плохо. И я весь день пыталась как-то готовиться. Как я готовилась? Вот это очень интересный момент. К такому сложно подготовиться. Языковые экзамены — это не о подготовке, это об общем знании. Но можно потренироваться. Я вчера скачала где-то 10 выпусков журнала The Economist и сидела, читала статьи оттуда для анализа. Кто-то опять впилит что-то на улице. Я обожаю летать за то, что начинается повсеместная стройка. Потом я открыла файлы, которые нам присылали с кафедры, на двусторонний перевод и на перевод с листа. Вот там у меня случилась лютая истерика, потому что я поняла, что я не могу спокойно перевести с листа. Я засекаю время на подготовку, одну минуту на то, чтобы прочитать текст. Я начинаю переводить, и это какая-то куча несвязанных предложений и мыслей, которые вообще не складываются в один текст. Меня это очень сильно начало беспокоить, потому что как бы экзамен завтра, а я не могу переводить, хотя у меня всё было всегда в порядке с переводом с листа, и вообще никаких проблем не было. Поэтому, да, готовилась я, конечно, очень нервно. Особенно, знаете, когда попадаются какие-то слова, а те, на которых ты не понимаешь. Я сделала несколько маленьких ошибок, о которых мне сказали, и с этим я абсолютно полностью согласна. Я знаю, что вот в этих моментах я накосячила. Когда я проснулась утром, я думаю, господи, скорее бы мои 40 минут позора закончились. Я просто выдохнула и больше не думала об этом никогда. И сейчас я могу со спокойной совестью сказать, что я сдала экзамен по английскому, первый государственный экзамен на пятёрку. Ребята, первый этап закончился, первый этап пройден. Наверное, он даже сложнее, чем следующий экзамен. Что будет дальше? Вы со мной пойдёте в этот прекрасный путь подготовки к моим последующим экзаменам их защиты, это очевидно. Но вот что будет дальше? У меня будет экзамен по специализации, который состоит из вопросов по истории международных отношений, в основном за 20 век, и по современным международным отношениям с 2008 по настоящее время. Что, кстати, наверное, самый сложный блок, потому что как таковых материалов к этому блоку нет. И потом у нас будет защита то ли 22, то ли 23 июня, я не помню точно. И всё. Выпуск. Вот. Опять жужжат насекомые, опять жужжат мухи и осы, которых я сейчас пойду выгонять. Я рада, что вы провели эти несколько дней со мной. Если вам интересно было смотреть это видео, где-то вот там внизу вы можете... Кстати, мне тут кто-то написал, что я показываю неправильно. Я посмотрела на десктоп-версии, на самом деле лайки всё ещё там, а подписка всё ещё здесь. У меня, по крайней мере. Я не знаю, возможно, как-то у всех по-разному выглядит. Поэтому, если вам понравилось это видео, вы знаете, что где-то там или там можно его оценить. Где-то там или там можно подписаться на мой канал, если вы у меня впервые. Приходите в Инстаграм, я там пишу более или менее социально ориентированные посты и, наконец-то, опять воскресила свою страничку. Спасибо вам большое за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока. Ребята, я сдала первый гос, первый, первый гос я сдала. Господи, я не верю. Кто тратит больше всего денег? Кто больше всего ест? Кто круче одевается? Кто более злой? Кто из вас более организованный? Кто из вас больше ест? Кто из вас лучше танцует? This is Never Have I Ever Best Friend Edition. If you haven't done this shit with your best friend, you're not best friends. Okay. Put a finger down if you shit in front of each other. Put a finger down if you've gone on vacation with each other. Put a finger down if your periods are always synced up. Put a finger down if you can talk without actually talking. Definitely. Put a finger down if you can understand each other's energy. Put a finger down if you tell each other everything. Put a finger down if you cancel plans with other people if they can't come with.